Разрушенные проклятия Кому из вас удалось позаниматься по уроку, который вы получили вчера? Поднимите руку, пожалуйста. Очень хорошо, хорошо, спасибо. Мы стремимся к тому, чтобы постижение истин Слова Божия не было вопросом простого согласия с тем, что говорит человек с кафедры. В Центре Духовного Просвещения стремятся к тому, чтобы духовный поиск и исследование истины Божьей были самостоятельным опытом, чтобы это был ваш путь, чтобы это была вами обретенная истина. Потому сегодня, после завершения программы, все желающие также смогут получить урок по сегодняшней теме. А если кто пропустил вчерашний вечер, также будет в наличии и урок по теме номер один. Итак, если вы готовы, мы начинаем. Сегодня перед нами очень важная тема. Вторая тема в цикле «Разрушенные проклятия» и она называется «Происхождение дьявола и бесов». Все стихи Священного Писания и главные тезисы вы увидите на экране, потому приглашаю вас обращать на него внимание. Вот вопросы, которые мы будем изучать сегодня. Первый. Откуда появились появились дьявол и бесы? Откуда они, как говорят на Руси, на нашу голову свалились? Откуда они взялись? Каково их происхождение? Как они оказались на Земле? Почему бы на Марсе им не обитать, например? Или на другой планете? Как они оказались на Земле? Третий вопрос. Каков их статус на нашей планете сегодня? Кто они по отношению к нам? Кто они на нашей Земле? Вот главные вопросы, которые мы будем исследовать с вами сегодня. Первый вопрос. Откуда дьявол появился? В Священном Писании в Евангелии от Луки в 10 главе в первых трех стихах сказано так. «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их подво пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». И семьдесят учеников пошли». Завершив ту миссию, на которую были снаряжены Господом, они рассказывают следующее. Стихи 17 и 18, 10 главы Евангелия от Луки. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Итак, откуда сатана на землю попал? «С неба», говорит Священное Писание. И это довольно странное для многих заявление. Ведь небо ассоциируется традиционно с чем-то светлым, добрым, с Божьими силами, с чем-то не только разумным, но и святым, и праведным. Но вот именно оттуда, как говорит Священное Писание, пришел к нам на землю сатана. И на момент служения Иисуса Христа на земле это падение сатаны уже состоялось. Он говорит об этом событии в прошедшем времени. «Я видел сатану, спадшего с неба». В первом веке нашей эры это уже было в прошлом. Давайте посмотрим, что Священное Писание рассказывает о том, как это произошло. Мы посмотрим на 28 главу книги пророка Иезекииля и прочитаем там стихи с 11 по 19. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты, Ты находился в Едеме, в саду Божьем, Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения Твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях Твоих со дня сотворения Твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли Твоей внутренней Твоей исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей. Изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты Твоей возгордело сердце Твое, от тщеславия Твоего ты погубил мудрость Твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий Твоих в неправедной торговле Твоей Ты осквернил святилища Твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом и не будет тебя вовеки. Вот в этом отрывке Священного Писания мы находим ценные сведения о том, как появился дьявол и бесы во Вселенной. Вначале зададим следующий вопрос. О ком идет речь в этом отрывке? Описывается человек или описывается ангел. На первый взгляд сказано в 12 стихе следующее. Сын человеческий плачь о царе Тирском и скажи ему. И далее следует отрывок, который мы только что прочитали. То есть это песнь о царе Тирском. Однако в 14 стихе сказано «Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять». Херувим это обозначение ангела. И потому появляется вопрос «Как же нам следует понимать этот отрывок? О ком на самом деле идет речь?» Посмотрим на некоторые детали повествования, которые нам помогут на этот вопрос ответить. Во-первых, в 12 стихе сказано «Ты печать совершенства полнота мудрости». Совершенное существо описывается. Может ли это быть описанием царя Тирского совершенства? В книге Клисиаст в 7 главе в 20 стихе сказано «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Только Адам и Ева наши прародители в Эдемском саду еще до грехопадения только они были совершенными. Но все, кто рождался после грехопадения, они не обладают совершенством. Вместе с тем здесь говорится именно о совершенном существе. В 13 стихе сказано «Ты находился в Едеме в саду Божием». Скажите «Царь Тирский когда-нибудь был в Едеме? Из всех представителей человеческой семьи только Адам и Ева там находились». Еще одна деталь. В 13 стихе сказано «Приготовлено было в день сотворения твоего». И вновь эта деталь не вписывается в понятие о царе Тирском. Поскольку только Адам и Ева были сотворены, остальные люди на земле появились в результате рождения. Следующая деталь в 15 стихе «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». И вновь в книге Псалтир в 50 главе в 7 стихе сказано «Вот я в беззаконии зачат и во грехе родила меня мать моя». Ни один на земле не рождается без беззакония. Ты совершен был в путях твоих сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Вот так описывается это существо. То есть был период, когда в нем не было греха. Потому мы видим, что все вот эти указанные детали не могут описывать царя Атирского, правда? Речь может идти только в действительности о помазанном Херувиме. Слово «Херувим», как говорит толковый словарь Даля, это высший ангельский чин. Царь Тирский послужил в этом отрывке Священного Писания прообразом помазанного Херувима. То есть в то время, когда совершал служение пророк Иезекииль, царь Тирский был весьма известной личностью. Это была одна из ведущих держав, расположенная на побережье Средиземного моря. И вот характер его, его сущность, его поведение, его повадки, они соответствовали тому, что однажды имело место в случае с помазанным Херувимом. Поскольку царь Тирский похож на помазанного Херувима, поэтому Священное Писание соединяет эти две личности. И подобно тому, как мы говорим, представляя какого-то нового человека нашему собеседнику, он вылитый Иван Лукич. И тогда, коль скоро Иван Лукич известен, становится понятно, какой же он, вот тот самый новый человек, которого мы представляем, вот точно таким же образом. Священное Писание рассказывает нам нам точно таким же образом Священное Писание рассказывает нам о духовной личности, об ангельской личности, о Херувиме. Давайте посмотрим теперь на природу этого помазанного Херувима, что он представляет собою. Во-первых, в 13 стихе сказано, в день сотворения твоего, в 15 сотня сотворения твоего. То есть мы находим, что это существо, во-первых, сотворенное, это творение, значит, у него есть начало. Это не безначальное существо, это не бесконечное существо. У этой личности есть начало. Это означает, соответственно, что в нем нет жизни в самом себе. Всякий, кто начал существовать, получил от кого-то жизнь. Никто из сотворенных существ не является самобытным, самодостаточным. Он всегда зависит от внешнего источника жизни для продолжения своего существования. И потому в стихах 18 и 19 так и написано. «И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Всякий, у кого есть начало, он может иметь и конец. И Священное Писание именно об этом говорит в отношении помазанного Херувима. Дальше. Говорится о том, что он помазан. 13 стих. «Ты был помазанным Херувимом». Что значит помазанный? В Библии помазание означает посвящение на особое руководящее служение. Например, в 132 Псалме во 2 стихе описывается, как был помазан Аарон и стал первосвященником. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Помазание это возведение в особый сан, это посвящение на особое служение. Вот каким был этот Херувим ангел. Мы уже с вами прочитали, что Херувим это представитель высшего ангельского чита. То есть это вид ангелов, который наиболее приближен Господу. Но вот из числа вот этих ангелов особо Господу приближенных был один, который еще выше был над ними, который от них отличался, который был помазан. Это означает, что это самое главное существо во Вселенной после Бога. Далее. В 13 стихе сказано, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. В Священном Писании образ драгоценных камней на одежде встречается еще один раз в книге Исход в 28 главе в 17 стихе. И вставь в него сказано оправленные камни в 4 ряда. Кто описывается здесь? Чья одежда описывается здесь? Одежда первосвященника. Священное Писание рассказывает нам таким образом, что это существо является священнослужителем во Вселенной. И в 18 стихе упоминаются святилища. Итак, вот природа этого помазанного Херувима. Где же происходили описываемые действия? Библия говорит в 14 стихе 28 главы книги пророка Иезекииля «Ты был на святой горе Божьей». Интересно бы найти эту святую гору, да? Святая Божья гора. Взобраться на нее, побывать там, увидеть Бога. Библия говорит о том, что это невозможно. Потому что это гора Божия, это образование неземного характера. В книге пророка Исаии в 14 главе в 13 стихе сказано «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов». Итак, эта гора находится где-то на небе, где-то в просторах вселенной. Вот где происходили описываемые события. Это гора на небе. Далее, в 14 стихе сказано «Ты ходил среди огнистых камней». Можем ли мы знать, что это за огнистые камни? Пророк Иезекииль рассказывает нам о них буквально с первой главы своей книги. В 5 стихе первой главы написано «А из средины его как бы свет пламени из средины огня. Из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был как у человека». В 13 стихе этой же главы «И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными и сияние от огня, и молния исходила из огня». Итак, вот эти огнистые камни это горящие угли, какой-то огонь, который ходил между описываемыми здесь личностями, которые чуть позже у Иезекииля называются Ерувимами. Что же видел Иезекииль? 2 глава 1 стих «Такое было видение подобия славы Господней». Фраза «Ты ходил среди огнистых камней» показывает, что этот помазанный Херувим находился непосредственно в Божьем присутствии, рядышком у Его престола, там, где средоточие Божества во всей Вселенной. Есть еще одно указание и место. Мы находим в 14 стихе «Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять». И в 16 Херувим «Осеняющий». Что означает слово «Осенять»? Что означает «Осеняющий»? Давайте посмотрим на послание к евреям, 9 главу, 5 стих. Там находится тот же самый термин. «А над ним Херувимы славы осеняющие очистилища». Здесь описывается один из священных предметов во святилище. Был специальный ларец, изготовленный из дерева акации, обложенный золотом. Он назывался Ковчег Завета. И вот в крышке этого Ковчега находилось два Херувима. И сказано, что крылья их были распростерты над крышкой у Ковчега. И потому они называются Херувимы осеняющие. Осеняющий дословно означает бросающий тень, покрывающий сверху. А этот Ковчег Завета, в свою очередь, был образом и тенью того, что происходит в небесном святилище, где Бог восседает на Своем престоле. В восьмой главе посланника Евреям, в пятой главе написано, которые служат образу и тени небесного. Когда Моисей получил от Всевышнего указание о том, как нужно изготовить святилище, он получил одновременно рассказ о том, каково небесное святилище. И вот там, над крышкой Ковчега, между двумя Херувимами, являлась слава Господня. Потому Ковчег это престол. Божий. И Херувимы осеняющие, это те, которые находятся непосредственно рядом с Богом. Вот каково было место и положение этого Херувима. Он находился в небесном святилище рядышком с Богом. Есть еще одно заявление о местоположении этой личности, которое в 13 стихе 28 главы книги пророка Эзекииля обозначено так. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем». И вот появляется вопрос. Едем, Божий сад, как еще называется это место? Рай, слово сад и слово рай в подлиннике в древнееврейском одно и то же самое слово. Сказано, Господь насадил рай в Эдеме. Так вот, где находится Эдем, где находится сад Божий, где находится рай? Давайте посмотрим на 2 послание Коринфянам, 12 главу, стихи со 2 по 4. 2 Коринфянам, 12 глава, стихи со 2 по 4. «Знаю человека во Христе, который восхищен был до третьего неба», то есть поднят был до третьего неба, и знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, о которых человеку нельзя пересказать. Итак, где рай? На третьем небе, согласно этому месту Священного Писания, то есть рай находится на небе. В свое время, когда Господь создал нашу планету, Он насадил рай и на земле также. Но Священное Писание рассказывает нам о том, что есть рай на небе, есть рай на земле. И мы увидим в Священном Писании, как вот этот помазанный херувим, который вначале был в раю, где? На небе, потом, чуть позже оказался и в раю на земле. И мы сегодня прочитаем и Слово Божие о том, как это произошло. Слово Эдем само по себе очень интересно. Знаете ли кто-нибудь, что оно означает? Слово Эдем с древнееврейского означает наслаждение, сладость, сласть. То есть это особое блаженное состояние, которое испытывает человек в Божьем присутствии. Вот как это слово переводится в нескольких местах Священного Писания. Псалом 35 стих 8 Насыщаются оттука дома твоего из потока сладостей твоих ты напаяешь их. Здесь Эдем переведен как сладости. Далее книга пророка Иеремии 51 глава 31 стих наполнял чрево свое сластями моими. И книга Нейми 9 глава 25 стих они ели насыщались тучнели и наслаждались по великой благости твоей. Итак, вывод отсюда. Эдем это место, которое описывает безгрешное райское состояние. Однажды он был на земле, но, к сожалению, был утерян. Этот Эдем есть сегодня на небе рядом с Богом. вот там место блаженства и наслаждения. Мы выяснили с вами таким образом, о ком идет речь. Мы рассмотрели природу этого существа. Мы ответили на вопрос о том, где происходили описываемые события. Теперь вопрос, что же произошло? зло? Как возникла беда во Вселенной? Почему вот в этом чудном месте зародилось зло? Как произошло отступление от Бога? Давайте вспомним, во-первых, что упоминается в повествовании о падении там, в просторах Вселенной, в первую очередь? Какая первая проблема касательно этого помазанного Херувима упоминается? Помните ли вы? Возгордился. Давайте проверим пятнадцатый стих. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Первое, что упоминается, первое, что омрачило гармонию во Вселенной, это беззаконие. Слово беззаконие является в данном случае переводом древнееврейского слова овла, что означает несправедливость, неправедность, грех. Беззаконие это довольно удачный перевод, потому что показывает, что грех есть по сути своей отвержение Божьего закона. Итак, первое, что стало началом беды во Вселенной, это восстание помазанного Херувима против Божьего закона. И это происходило в начале где? Сказано, доколе не нашлось в тебе беззакония. Зло в начале незаметно. Оно начало созревать у этого существа внутри. Далее, в следующем шестнадцатом стихе написано «От обширности торговли твоей, внутренне твое исполнилось неправду, и ты согрешил». Естественно, появляется вопрос, чем помазанный Херувим мог торговать там во Вселенной? Давайте посмотрим на слово торговля в оригинале. Это древнееврейское слово «ракелла». Вот его значение. Я выписал для вас значение из древнееврейско-английского словаря, потому что нам это слово очень знакомо. Первое значение «traffic». Знакомое слово в русифицированном произношении просто «traffic». И переводить не надо для тех, кто живет в районе Большого Сиэтла. Второе его значение «merchandise», то есть «товары». Так вот, давайте попытаемся понять, о чем идет речь. Это слово «ракелла», как вы видите, на самом деле может иметь значение торговля, но первое его значение это что? Движение. Traffic – это движение. В районе Большого Сиэтла говорят «heavy traffic», то есть загруженное движение. И потому речь идет именно о движении, об обороте. И таким образом применительно к этому помазанному Херувиму это описывает обширность его занятости, обширность его владений, его работы, его деятельности. Вы помните, что он был существом номер один во всей вселенной после Бога. И вот от этого, от обширности деятельности твоей, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Вновь внутреннее твое грех начинается и зарождается внутри. Слово неправда, которое используется в 16 стихе, это древнееврейское слово хамас, и оно означает насилие, зло в переводе с древнееврейского. И ты согрешил в подлиннике слова хатат, в оригинале. И оно означает промахнуться, сбиться с пути. То есть слово Божье дает нам уникальную возможность с вами заглянуть во внутренний мир этого помазанного херувима и рассказывает о том, как в нем медленно, постепенно появилось недовольство законам Божьим, появилось осознание своей значимости, обширности своих владений, своей деятельности, появляется насилие, зло, появляется внутри. восстание против закона Божья и он сбивается с пути. Далее, в 17 стихе то, что у нас уже было упомянуто некоторыми из вас. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Вот здесь появляется и гордость. и путь здесь такой. Красота осознание своей красоты, осознание своего уникального положения по отношению к иным ангелам Божьим и всем существам во вселенной. Появляется гордость, появляется тщеславие и сказано в результате ты погубил мудрость твою. Далее, в 18 стихе множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. Здесь слово беззаконие является переводом древнееврейского аона, что означает нечестие и вина. Итак, вот как начался грех во вселенной. Перед нами удивительное, красивое, великолепное, светлое, доброе ангельское существо. Высшее существо во вселенной, которое допустило вначале внутри, вначале незаметно ростки восстания против Бога. Следующее место, к которому мы обратимся сегодня, для того, чтобы понять, как появился дьявол и сатана, это книга пророка Исаия 14 глава, стихи с 12 по 14. Исаия 14 глава, стихи с 12 по 14. Как упал ты с неба, деньница, сын зари, разбился о землю, попиравшей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Вновь вопрос, о ком идет речь, о человеческом или ангельском существе. В начале, в четвертом стихе этой 14 главы книги пророка Исаии написано, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, и далее следует, в том числе и стихи, которые мы прочли с 12 по 14. то есть на первый взгляд, как и в случае с пророком Исакиелем в 28 главе, начинается речь рассказом о царе Вавилонском. Однако, здесь в 12 стихе сказано, как упал ты с неба. И это показывает, что нам нужно вновь смотреться детальнее. Скажите, как упал ты с неба? Эта фраза может описывать Вавилонского царя? Конечно же, нет. Он никогда не был на небе. А вот еще одно определение этой личности ты Деньница, сын Зари. Что означает Деньница? Перед нами перевод древнееврейского слова Хеллэль. И оно дословно означает светящийся, светоносный. И потому Деньница, то есть несущий день, несущий светлую часть суток. Вам наверняка приходилось встречать слово Люцифер. Кстати, согласно орфографическому словарю, ударение нужно ставить именно на последний слог. Не Люцифер, а Люцифер. Так вот, это слово в русском синодальном переводе священного писания не используется. Хотя среди верующих оно в ходу. Оно пришло к нам с латинского языка. В латинском языке два слова люкс и феро означают несущий свет. То есть, таким образом, мы видим, что речь идет в действительности о духовной, небесной личности, как и в случае с 28-й главой книги пророка из Геиля. Что же произошло согласно пророку Исаии? В 13-м стихе написано «Оговорил в сердце своем». Вновь Библия дает нам уникальную возможность заглянуть во внутренний мир этого помазанного Херувима, увидеть его тайные замыслы, к чему он стал стремиться после своего восстания против Божьего закона. Вот слова, которые он говорил сам в себе, которые никто не слышал до определенного времени. 14-й стих «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот его цели, вот его амбиции, буду подобен Всевышнему. И появляется вопрос, а как же этого достичь? Как можно стать подобным Всевышнему? Мы помним, что существо это по природе свое какое? Сотворенное. То есть, соответственно, в нем нет жизни в самом себе, нет и творческой силы, он зависим, как быть подобным Всевышнему. Чтобы стать подобным Богу, нужны поклонники. Потому что термин «Всевышний» означает очень просто выше всех. То есть, тот, который на главном месте, тот, который всем управляет. И для того, чтобы стать Всевышним, необходимо себя сделать таким, пред которым все остальные существа во Вселенной могли бы преклоняться. Но где их взять? Люцифер не мог сотворить ангелов, Люцифер не мог сотворить людей, которые могли бы ему поклоняться. Он тварное существо. Потому единственный путь, который у него существовал, заключался в следующем. Он возжелал, вознамерился увести за собою уже имеющихся существ во Вселенной. Он решился соблазнить, обмануть их, так, чтобы они стали теперь ему поклоняться вместо Бога, вместо Всевышнего. И вот, задавая вопрос, что же произошло, мы рассматриваем процесс, который Люцифер использовал для того, чтобы попытаться достичь своей цели. В 13 стихе сказано, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой». Появляется вопрос, что означает термин «звезды»? «Выше звезд Божьих вознесу престол мой». В Священном Писании, в 12 главе книги Откровения, в стихах 3 и 4 есть вот такая образная символическая картина. «Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диодим, хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». И дальше в 9 стихе этой 12 главы объясняется, что такое звезды. «И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю и ангелы его, и ангелы его низвержены с ним». То есть вначале все описывается образно, дракон хвостом своим, третью часть звезд поверх на землю, а потом прямо говорится, дьявол сатана ангелов, которые пошли за ним, увлек за собою на землю. Итак, каким же образом он намеревался стать подобным Всевышнему? Он захотел выше звезд божьих, выше ангелов поставить престол свой. То есть иными словами, чтобы появилась так называемая альтернативная система правления. Есть Бог, его ангелы и иные существа во вселенной, и Люцифер хотел, чтобы теперь у него было то же самое, и он попытался ввести этих ангелов в соблазн и в грех. В 13 стихе сказано, «Сяду на горе в сонме богов». Откуда взяться богам? Тем более сонму, то есть великому множеству. К сожалению, здесь у нас неточность перевода в синодальном переводе, поскольку в оригинале, в древнееврейском, есть фраза «Хар Моэд», дословно «гора собраний». «И сяду на горе собрания». То есть вот на том месте, где находился Божий престол и куда собирались на поклонении Богу небесные существа. Также сказано, «на краю севера». А это где? Этот север, как говорит Священное Писание, небесный. Это вновь не место, которое можно было бы на земле определить при помощи компаса. Вот смотрите, как это описывает пророк Иезекииль в первой главе в четвертом стихе. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь и сияние вокруг него». И дальше он описывает славу Господню. То есть этот север вновь небесный. понятие, которое описывает место, откуда Всевышний себя являет. Итак, мы с вами 14 главы книги пророка Исаии о том, какие были замыслы у этого небесного ангельского существа и как он намеревался стать подобным Всевышнему. Переходим теперь к книге Откровения к 12 стиху. Прочитаем в 12 главе стихи 3 и 4. И другое знамение явилось на небе Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами и на головах его семь диадим Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Давайте быстренько напомним символы, которые мы кратко уже упомянули. Этот великий дракон древний змей есть согласно 9 стиху кто? Дьявол и сатана. И вот на этих терминах нам нужно остановиться подробнее. Слово дьявол родом из греческого языка. В греческом это диаболос и означает дословно клеветник. Это слово кстати в священном писании используется не только по отношению к сатане. Оно также описывает и некоторых представительниц прекрасного пола. Дважды оно переводится так клеветницы. То есть дьяволом может быть духовная личность ангельская личность может быть человеческая личность. Суть это клевета. Дьявол это клеветник. А что означает слово сатана? Оно родом и из еврейского языка. Сатан по древне еврейски и оно означает противник. Так вот тот самый помазанный херувим о котором мы с вами изучаем Священное Писание сегодня. Люцифер светоносный стал дьяволом клеветником и сатаной противником Бога. Вот как появился дьявол. Вот каково происхождение сатаны. Продолжая смотреть на главные символы которых мы вновь кратко уже коснулись. давайте напомним что звезды означают ангелы и вопрос сколько сатане удалось увести за собою божьих ангелов? Одну треть. Только представьте себе хвост его увлек с неба третью часть звезд. Одна треть всех сотворенных божьих ангелов пошла за восставшим помазанным херувимом. Дальше Священное Писание рассказывает в 7 стихе 12 главы книги Откровения «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона и дракон и ангелы его воевали против них. Восстание перешло в новую фазу. Поначалу грех зародился внутри, поначалу сатана не раскрывал своих истинных намерений, но теперь, когда одна треть пошла уже за ним, теперь между ангелами, оставшимися на стороне Бога и ангелами, последовавшими за сатаной, началось открытое противостояние Божьей ангелы против ангелов сатаны. Что же было результатом этого столкновения? 8 стих сказано «Но не устояли и не нашлось уже для них места на небе». Ангелы сатаны вместе с предводителем своим эту битву проиграли. И вот нам теперь необходимо выяснить, что же означает фраза «не нашлось для них места на небе». Небо – это слово. Что оно обозначает в Священном Писании? Когда дьявол был поражен, откуда его изгнали? слово небо в Библии имеет три главных значения. Первое из них мы находим в книге Бытие в первой главе в стихах 6 по 8 и в стихе 20. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, и создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так, и назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». Что представляет собой эта твердь? Это небо. 20 стих говорит, «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». Итак, первое значение слова небо, это то место, где птицы летают, то есть это что? Это атмосфера вокруг земли, это воздух. Далее, второе значение, мы находим его, например, в 15 главе книги Бытие, в 5 стихе, сказано так, «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Куда Враам должен был посмотреть на небо, в смысле вселенную, в смысле космоса. Там звезды, там небесные тела расположены. Итак, земная атмосфера – это небо, вселенная, космос – это небо, и есть еще одно значение этого слова – это Божий престол. в 66-й главе книги пророка Исаии об этом пишется так. Исаии 66-я глава, первый стих. «Небо, престол мой». Исаия 66-1. «Так говорит Господь, небо, престол мой». А в книге Евангелия от Марка в 16-й главе, в 19-м стихе, слово «небо» описывается следующим образом. Марка глава 16-я, стих 19-й. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесною Бога». Итак, небо – это Божий престол. Потому давайте посмотрим теперь, что вот в этом стихе, в 8-м стихе 12-й главы книги Откровения означает слово «небо». Откуда дьявол и его ангелы были изгнаны, где им не нашлось места. Может ли первый здесь смысл присутствовать в смысле земной атмосферы? Посланник Ефесянам во 2-й главе, в 2-м стихе написано «по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». То есть князь зла действует где? В воздухе, то есть как раз-таки в земной атмосфере. Он до сих пор, к сожалению, здесь. Потому слово «небо» не может использоваться в смысле земной атмосферы. Может ли использоваться в смысле вселенной? В 9-м стихе сказано, что он обольщал всю вселенную, то есть он там по-прежнему находился, он продолжал свою деятельность во вселенной. Потому остается только один смысл. Во-первых, в качестве первого итога этой войны между Богом и Его ангелами и дьяволом и Его ангелами было низвержение Его, удаление Его от Божьего престола. Не нашлось Ему места на небе. И мы читали с вами уже в 28-й главе книги пророка Иезеки или в 16-м стихе и я не извергнул тебя как нечистого с горы Божьей. Помните, где эта гора? На небе. Изгнал тебя Херувим осеняющий из среды огнистых камней. Вот эти огнистые камни, они как раз описывают Божий престол. Вот оттуда он был удален. Невозможно, чтобы рядом с Богом, с Его престолом был еще один престол. И потому первым итогом было отстранение его, устранение его от Божьего престола. После поражения сатаны он и его ангелы были удалены именно оттуда. И вот теперь я прошу вашего особого внимания. Девятый стих. Обольщающий всю вселенную низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. появляется вопрос, где сатана и его ангелы оказались после удаления от Божьего престола, но прежде низвержения на землю. Еще раз читаем. Обольщающий всю вселенную низвержен на землю. Напомним хронологию. Вначале он соблазнял кого? Ангелов. И все, кто мог пойти за ним, пошли. То есть обольщение ангелов закончилось, потом началось открытое противостояние, потом было низвержение от Божьего престола, и далее сказано обольщающий всю вселенную низвержен на землю. Он оказался после удаления от Божьего престола, но прежде низвержение на землю во вселенной в космосе. И вот появляется вопрос, кого он там обольщал? Обольщающий всю вселенную низвержен на землю. Для этого я приглашаю вас прочитать в 38 главе книги Иова стихи с 4 по 7 Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? на чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? была аудитория, были зрители, зрители, которые радовались факту сотворения новой планеты. И эта аудитория кто? Утренние звезды, то есть ангелы и кто еще? Сыны Божьи. Утренние звезды ликовали, сыны Божьи восклицали от радости. Кто такие сыны Божьи? Напоминаю, описывается время, когда земли еще нет. Ее только формируют, ее только создают. Ясно, во-первых, что сыны Божьи это не ангелы. Смотрите, что сказано в послании к евреям в первой главе в пятом стихе. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном? Какой ответ? Кому, когда из ангелов сказал Бог? Никому, никогда. Это риторический вопрос, который подразумевает отрицательный ответ. То есть, иными словами, Священное Писание говорит о том, что никому, никогда, из ангелов Бог не говорил, ты мой сын. Ангелы в Библии сынами Божьими не называются. Потому радовались звезды, ангелы и сыны Божьи, то есть кто? Кто? В Библии термин сын Божий описывает тех, кто подобен Богу. Помните, в прошлый раз мы рассматривали с вами вчера понятие сыны проклятия. Сын проклятия значит по природе несущий проклятие. Сын Божий значит по природе похожий на Бога. Термин сын Божий обозначает того, кто носит образ Божий, кто по образу Божию создан. И в Библии этот термин применяется только к людям, к человеческим существам и к Иисусу Христу. В послании к римлянам 8 главе в 14 стихе есть очень четко ясное определение. Ибо все вводимые Духом Божиим суть сыны Божьи. Потому удивительный для многих и неожиданный вывод. Вселенная населена сынами Божьими, подобными нам разумными существами. Когда еще земля наша только формировалась, только творилась, во вселенной этому факту радовались и ангелы, и сыны Божьи. И вот именно на них после обольщения одной трети ангелов направил свои усилия помазанные Ерувим, ставший дьяволом и сатаною. Он стал распространять по всей вселенной идеи и семена своего восстания. О результатах этих его усилий мы читаем в книге пророка Исаии в 26 главе в стихах с 15 по 18. Перед нами сравнение и противопоставление. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред тобой, Господи. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер. Спасения не доставили земле и против жителей вселенной не пали. Здесь в подлиннике используется очень важное терминологическое различие, к которому я обращусь через секунду. Итак, фраза «Обольщающий всю вселенную» описывает что? Взяв одну треть ангелов, уведя за собою, он начал обольщать божьих сынов, но к счастью, к радости, прочие жители вселенной в отличие от землян не пали, не пошли за ним. И вот здесь в подлиннике, когда говорится о земле, используется термин «эрц» в оригинале в древнееврейском, когда говорится о вселенной, используется термин «тевель», то есть это разные слова, разные термины. Священное Писание говорит о том, что никто, кроме жителей земли во вселенной из числа сынов Божьих за ангелом павшим, за Люцифером, за сатаною не пошел. И вот теперь, когда мы знаем, что вселенная населена, что там есть подобные нам сыны Божии, но отличающиеся тем, что они в грех не впали, что за сатаною они не пошли, мы теперь зададим вопрос, а почему же на земле он имел успех? Как произошло, что Адам и Ева впали в грех? Может быть, потому, что они просто не были предостережены? Может быть, потому, что были молоды, наивны, без силы сопротивляться злу? Как произошло это падение? Вторая глава книги «Бытие», стихи с 15 по 17 рассказывает следующее. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Давайте посмотрим на это Божье предостережение. Сказано, что Господь поселил человека в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Что такое возделывать, довольно понятно, правда? Что означает хранить? Слово хранить в древнееврейском в подлиннике Шамар означает охранять. Во второй раз оно используется в третьей главе книги Бытия в 24 стихе. «И изгнал Адама, и поставил на востоке усады Эдемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Господь сказал Адаму и Еве «Охраняйте Эдемский сад!» От кого же охранять? Кроме Адама и Евы на земле больше никого из человеческих существ не было. Только животные, послушные человеку, еще в райском блаженном состоянии. Господь предостерегает здесь людей об опасности, о том, что во вселенной у него уже появился враг, который ходит сейчас по всей вселенной и пытается соблазнить, ввести в грех сынов Божьих, и что однажды он заявится и на эту новую прекрасную Богом созданную планету. Господь предостерегает, что нужно быть на страже. И Господь указал также, каким образом сатана может попытаться овладеть этой планетой. К сожалению, несмотря на все предостережения, произошло следующее. Бытие 3 глава, 1-6 стихов. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. В результате этого произошло следующее. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в тихах 6 и 7 описывается эпизод из жизни и служения Иисуса Христа на земле. И вот дьявол ему говорит, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее». Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Дьявол заявляет, что власть на земле принадлежит кому? Ему, и он ею распоряжается, и всем, кто ему поклоняется, он эту власть может дать. Власть над землей, она предана мне, говорит сатана. Кому вначале при сотворении Бог дал власть над землею? Книга Бытие, 1 глава стихи 27-28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Изначально человек был поставлен владыкою земли, но есть очень важный принцип. В послании к Римлянам, 6 глава, 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь». Итак, когда Адам и Ева повиновались дьяволу, тогда он получил власть на нашей земле. Она была предана, то есть передана ему нашими прародителями Адамом и Евой, потому что они повиновались ему, потому что они вняли его голосу. И очень важно отметить тот факт, что Иисус Христос в разговоре с дьяволом это не оспаривает. Он не говорит, тебе власть не принадлежит. Более того, Иисус Христос, как говорит Евангелие Теана, 14 глава, 30 стих, сказал однажды так, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Как Христос назвал дьявола? Князь мира сего. Вот кем он стал в результате падения Адама и Евы. Власть была передана сатане. Вы помните, вчера мы упоминали, что есть точка зрения, согласно которой, да, в прошлом, в ветхозаветную эпоху дьявол и бесы и существовали, и приносили проклятия человеком на земле. Но после наступления новозаветной эпохи дьявол якобы теперь уже связан и власти не имеет. Поэтому давайте мы коротко посмотрим на три отрывочка, которые описывают состояние вещей после заключения нового завета и посмотрим, каков статус у дьявола на нашей земле и в новую эру. 2 Коринфянам 4 глава стихи 3 и 4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Как называется дьявол здесь? Бог века сего. Далее послание Ефесянам 2 глава 1 2 стиха 2 стиха 2 стиха 2 стиха «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Апостол говорит, мы не против людей должны воевать, наша настоящая битва против духов, которые организованы в четкую структуру начальства, власти, мироправители, они подлинно управляют нашим миром. Итак, к великому сожалению, согласно священному писанию, нашей землей правит дьявол. Он и его ангелы, те, кто пошел за ним в восстании против Бога. И вот теперь, чтобы хотя бы немножечко представить масштабность этой беды для каждого из нас, вопрос, сколько ангелов Божьих сотворено? Книга Даниила, 7 глава, 10 стих. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему и тьмы тем предстояли пред ним. Похожие термины в книге Откровения в 5 главе в 11 стихе. Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч. Посчитаем. Численность Божьих ангелов. Тысячи тысяч. Это означает тысячу умножаем на тысячу. Если взять слово тысяча в единственном числе, сколько получается? Миллион. А если множественное число тысячи умножить на тысячи, сколько получится? Трудно сказать. множественное число. Тысячи умножаем на тысячи. А что означает тьма? Тьмы тема. Слово тьма в древнегреческом в оригинале мириадос. Отсюда наше слово мириад. Мириады. Первое значение, техническое значение этого термина это десять тысяч. Второе несчетное множество. Но если мы возьмем десять тысяч в единственном числе, десять тысяч умноженное на десять тысяч получается сто миллионов. А если десятки тысяч умножить на десятки тысяч и тысячи умножить на тысячи во множественном числе, то получится подлинно бесчетное число. Так вот, из этого огромного множества на земле сегодня пребывает сколько? Одна треть. Существует поверье у некоторых, что у человека ангел зла, ангел сатаны располагается на определенном месте. Приходилось вам слышать фразу «сплюнь через левое плечо». Почему нужно именно «через левое» и что в принципе означает это действие? Согласно некоторым представлениям, добрый ангел, божий ангел, ангел-хранитель сидит на правом плече, справа находится, а ангел сатаны, ангел зла, бес с левой стороны на левом плече. Потому, когда человек плюет через левое плечо, он этим самым метит непосредственно физиономию беса. Вот каково представление многих людей. Священное Писание говорит, что, к сожалению, их намного больше. Он не один. На каждого из нас, на все шесть с половиной миллиардов приблизительно жителей Земли, приходится несметное число этих дьявольских существ. Приведем один лишь пример. Евангелие от Луки, 8 глава, 30 стих. Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него. Что означает легион? Как говорит библейская энциклопедия, легион – это отряд солдат в римском войске, состоявший от 6 до 7 тысяч человек. Представляете, 6 тысяч, 7 тысяч бесов, демонов в одном человеке находилось. И на прочих людей на земле у дьявола уже тогда было достаточно служителей. Вывод. Земля буквально кишит ангелами сатаны. Бесов, демонов вокруг нас великое множество. Дьявол является владыкой этой земли. Он есть Бог века сего, князь мира сего. Он господствует. Он мироправитель. Потому мы должны очень четко представлять себе и довольно отчетливо отдавать себе отчет в том, что мы живем с вами на вражеской территории. Эта земля представляет собой подлинно страшное место для существования. И беззаботность многих в этих вопросах просто трагична. Потому что человек, который не знает об этом, который не предостережен, который не знает об умыслах сатаны и живет, притворяясь, будто его не существует, он наиболее всего уязвим для дьявольских козней. Скажите, какой враг опаснее? Тот, который с фронта, или тот, о котором вы даже и не догадываетесь? Ответ понятен, ответ ясен, очевиден. Цель дьявола заключается в том, чтобы скрыть правду о себе и о своих помощниках. Но Библия, Слово Божье, раскрывает и срывает маску с козней дьявольских. Итак, наша тема сегодня – происхождение дьявола и бесов. Страшно? Смотрите, что говорит Священное Писание. Книга «Псалтирь», 33 глава, стихи 8 и 9. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Сделаем паузу. Как ополчается? Вокруг. То есть, тех, кто Господний, тех, кто на Божьей стороне, тех, кто с Богом. Ангел Господень окружает своей заботой. Везде, повсюду, вокруг. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажень человек, который уповает на Него. Это чудное обетование. Не нужно бояться дьявола и его ангелов, если вы с Богом. Но в этом нужно удостовериться. Потому что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Отца Моего Небесного, предупреждал Иисус Христос. Цель этой программы – посмотреть, какие лазейки дьявол на земле использует, для того, чтобы тех, кто даже с Богом, кто верит в Него, все-таки подвергать бедам и насылать на них проклятие. Мы выяснили вчера, что, к сожалению, влиянию бесов и проклятию подвергаются даже верующие. Тем не менее, сегодня я хочу закончить на положительной, жизнеутверждающей, радостной, позитивной ноте. Это обещание. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Аминь. Итак, прозвучала весть и Слово Божье. Материал этот нелегкий. Мне пришлось его разбивать на маленькие доли, для того, чтобы было ясно и понятно и очевидно Божья весть. Но всегда в конце стоит вопрос. Каков отклик человека, который Божью весть услышал? Сегодня, как я делал вчера, я приглашаю вас выразить ваше отношение к вести, которую вы услышали. Если то, что вы видите на экране, соответствует вашему убеждению, я приглашаю вас это произнести громко, вслух, пред Господом, до чего приглашаю подняться. Я осознаю, что дьявол и его ангелы управляют землей. Я желаю быть на стороне Бога и его добрых ангелов. Я нуждаюсь в молитве о благословении от Бога и защите от злых ангелов. Я желаю посетить последующие вечера программы, чтобы обрести свободу от проклятий. Отче Небесный, благодарю Тебя за еще один вечер. Благодарю за Слово Твое Святое, которое содержит ответы на очень важные вопросы вселенской борьбы между добром и злом. Благодарю за то, что Ты всех нас сегодня привел в здравие на сие место. Благодарю за то, что дал изучить эту тему. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты оставил нам обетование о защите. Прошу, Господи, благослови каждого из присутствующих. Ответь на все нужды и вопросы, которые у нас есть. Защити, Господь, сейчас в дороге, на протяжении завтрашнего дня, на протяжении ночи грядущей. Переведи, Господь, завтра нас на сие место. Переведи еще тех, кто желал прийти и получить освобождение, но по разным причинам пока сюда не попал. Благослови, Господь, убереги от зла. Во имя Твое Святое просим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok